В сегодняшнем видео я расскажу, как проходит процесс поступления в Университет предпринимательства администрации в городе Любви. Процесс рекрутации в нашем университете проходит с мая, но все же с января вы уже можете начать процесс поступления, то есть как минимум зарегистрироваться на нашей интернет-страничке. Для регистрации зайдите в закладку «Прием документов» «Анкета». Прежде всего нужно выбрать систему обучения. Ядолиты студия «Магистерские» – это магистерское пятилетнее образование. Студия «Другие гостопни» у заполнения цемагистерские – это двулетняя магистратура. Студия «Першая гостопни» инженерские – это бакалаврия технических наук. Студия «Першая гостопни» лицензиатские – это бакалаврия коммунитарных наук. Студия «Мудыбрумова» – это последипломные образования для лиц, которые уже получили высшее образование. Дальше выбираете факультет, который вас больше всего интересует. Следующий выбор это TripStudio, это форма, в которой вы будете обучаться. Стационарная это дневная, нестационарная это заочная, студия пишет интернет, это онлайн обучение. Дальше нужно утвердить и появляется поле, где вы можете зарегистрироваться. Обязательно нужно вписать свой имейл, имя, фамилию, латинице, так как в заграничном паспорте, выбрать код страны и номер телефона. Также нужно в обязательном порядке подтвердить 4 поля и зарегистрироваться. После подтверждения данных к вам на электронную пользу придет логик и пароль, которые вы должны перенести в нашу онлайн-систему и подтвердить. Вам откроется страница с закладками, которые вы должны заполнить. Начинайте с персональных данных. Первым выбирайте свой пол. Меншчизна это мужчина, ковета это девушка. Вписываете имя вашего отца и имя матери. Дальше выбираете ваше гражданство. Страна, где вы родились. Национальность. Также нужно указать город, поселок, где вы родились. Дата уроды не пасель. Скорее всего паселя у вас нету, поэтому выбирайте поле не вам польского доводуса без тега. То есть у меня нету польского гражданства. И заполняете только рубрику дата уроды, то есть дата рождения. Иный документ рсаможсти. Это другой документ, который подтверждает вашу личность. Вписываете назву инего документа. Это название документа, то есть паспорт. Вписываете серию и номер паспорта. Выданный пшаз. Вписываете, кем он был выдан. Если у вас есть карта поляка, тогда вы подтверждаете площадок карты поляка. И вписываете серию и номер карты поляка. Дальше вы можете перейти к следующей закладке. Это будет адрес. Адрес того по быту. Это адрес вашей прописки. Выбираете паспорт, то есть страну, откуда вы. И вписываете полный адрес. Обязательно латиницей. Начинайте от улицы. Вписываете номер дома, номер квартиры. Почтовый код. И город, либо поселок, откуда вы. Адрес корреспондентийное. Это адрес вашего проживания. Если вы проживаете по адресу вашей прописки, тогда выбираете поле адрес, так и сам, як адрес своего по быту. Если же нет, тогда заполняете все требующиеся поля. Переходите к закладке школы очередня. Это среднее образование. Если вы еще не получили аттестата, тогда позже заполним эти данные. Если получили, тогда сразу заполняете. Матура. Это подтверждение вашего образования. Для всех иностранцев обязательно выбрать поле староматура. Вписать дату свидетельства до живущей, то есть дату получения аттестата. Номер свидетельства до живущей, то есть номер аттестата. Школа очередня. Это школа, где вы обучались. Выбираете страну. Вписываете город или поселок. Выбираете тип школы. Для иностранцев это всегда будет лицем угольного штаба солнца. Назва школы очередней. Это название вашей школы. Здесь нужно писать на польском языке, так как у вас в переводах. Дата укончения с школы очередней. Здесь списываете день, месяц, год, окончание вашего образования. И записываете все данные. Неправносправность. Это инвалидность. Поэтому не обязательно заполнять это поле. Янзек опции. Здесь вы можете выбрать иностранный язык, который вы хотели бы изучать. Вымоганные документы. Тоже необязательное поле для иностранцев. После окончания регистрации ваши данные появятся в онлайн-системе нашего университета. И работник рекрутации сконтактируется с вами по электронной почте. Следующий шаг это оплата вступительного взноса. Чтобы найти подробную информацию, нужно зайти на нашу интернет-страничку. Закладка «Прием документов. Оплата». Здесь находятся банковские реквизиты к оплате. Оплатить вступительный взнос вы можете в любом банке между равным переводом. Если банк потребует счет фактуру, мы можем ее для вас подготовить. Следующий шаг это подготовка документов. Подробный перечень вы можете найти также на нашей интернет-страничке. Главным документом к поступлению является аттестат о общем среднем образовании. Если к нему выдавалось приложение с оценками, его также нужно подавать. Дополнительно к аттестату нужно предоставить апостиль. Апостиль это международный штамп, который подтверждает законность документов. Его можно получить в Министерстве образования в вашей стране. Также к аттестату и апостилью нужно будет сделать перевод, который должен быть заверен нотариусом, либо сделан в Польше присяжных переводчиков. Также нужно будет предоставить ксерокопию с ограниченного паспорта. Следующий документ это медицинская справка об отсутствии противопоказаний для поступления на выбранный вами факультет. Форма справки должна быть такая же, как при поступлении в университет вашей страны, но дополнительно нужно сделать перевод на польский язык. Следующий документ это сертификат, подтверждающий знания польского языка. Такой документ вы сможете получить после окончания языковых курсов. В случае, если нет такой возможности, мы приглашаем вас пройти интенсивный курс польского языка перед началом обучения в нашем университете. Дополнительно нужно будет предоставить две фотографии форматом 3,5х4,5 см. Кроме того, нужно будет подписать договор об обучении двух экземпляров. Чтобы его получить, нужно сконтактироваться с отделом рекрутации. Если вы поступаете на факультет архитектуры или дизайна интерьера, к общим документам дополнительно нужно будет предоставить портфолио из трех рисунков в категориях рисунок с натурой, рисунок с воображением и композиция простых геометрических дел. Все рисунки должны быть в технике карандаша на листах форматом А3. Если вы поступаете на магистратуру, нужно будет к общим документам предоставить диплом окончания бакалавриата с апостилем и переводом на польский язык. Документы можно под отличным в университете или выслать почтой либо курьером. После того, как мы получим ваши документы, мы подготовим справку о зачислении, которая одновременно является и приглашением на годовую студенческую визу. Дальше вы можете оплачивать обучение и подавать документы в посольство на студенческую визу. Чтобы найти подробный перечень документов, нужно зайти на интернет-страницу посольства в вашей стране. После приезда в Люблин вам нужно обратиться в отдел рекрутации, чтобы подписать некоторые документы, а также предоставить ксерокопию визы и страховки. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться с процессом поступления. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в отдел рекрутации нашего университета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!